Кто не знает борщи? Это поистине интернациональное блюдо со своими вкусовыми акцентами и вариациями. Борщ обычный, традиционный, со свеклой, со сметанкой, зеленью. Готовим борщи тоже. Татары любят борщи? Да, любят. У нас у языков есть еще борщ. Супруга готовит очень вкусно. По-языцки он называется корчек. Вот корчек. Это тот же борщ, только без свиней. Туда кладется баранина или говядина. Очень вкусно. Борщ является в моей семье одним из любимых первых блюд. У меня сыновья обожают борщ. Они очень любят его. Мы стараемся, конечно, готовить его. Я считаю, что борщ – это одно из блюд, которое должно быть в каждой семье. Потому что огромное количество овощей в хорошем наваристом усненном бульоне – это только может вызвать восторг. Все, что выросло в огороде – все борщи, говорят казаки. Тугой качан капусты, молодой картофель, сладкий перец, сочная морковь, лук, свекла и спелые томаты. Помидоры для лучшего вкуса казаки советуют пропустить через терку. А со свеклой – по желанию. Порезать на куски, соломкой или вовсе положить целиком и убрать по готовности. Чтобы борщ был с мужским характером, готовить должен сам казак, на вооружении которого непременно должен быть хорошо заточенный нож. А дальше подскажет опыт. Ну, не видел никогда ни одного казака, который варил бы борщ или приготовил любое блюдо казачье, и рядом лежали весы, и он ими пользовался. Поэтому всегда все делается на глаз, и используется опыт приготовления. Казачий борщ – это и первое, и второе блюдо одновременно. Поэтому ложка в кастрюле непременно должна стоять. Сытное кушанье на говяжьей вырезке имеет и постный вариант. Тогда вместо мяса добавляют сливочное масло. В традиции борщ не только повседневное блюдо, но и праздничное, и даже поминальное, наряду с кутьей и компотом. Если казаки от казаков ведутся, то с происхождением борща все сложнее. Я считаю, что поскольку Русь всегда была киевская, изначально, борщ не может быть украинским, а борщ, он изначально русского происхождения. Другое дело, что на Украине свои особенности приготовления борща, я могу сказать об этом. Если мы, например, делаем поджарку на растительном масле или на сливочном масле, то украинцы делают поджарку на сале. И они любят шкварки, вот эти вот все вещи. И если мы используем в качестве мяса говядину, грудинку говядины, то они используют в основном свиньи. Ну, украинцы любят с помпушками, которые чесноком натерты. Ну, русские люди любят больше с черным хлебом, с маслом. А уж в чем сойдутся все, кто готовит борщ, так это в том, что ему надо настояться, чтобы быть еще вкуснее. А значит, есть время накрыть на стол и встретить гостей, как подобает. И его едят не только русские, не только казаки, не только украинцы. Его едят любые национальности, причем с удовольствием. Кто приходит в гости, мы, например, по национальностям никогда не делим. Во Владимире общаемся с представителями многих национальностей, друг к другу ходим в гости. Но то же самое, никто ничего плохого про борщ сказать не может. Все едят с удовольствием. То есть вера у каждого своя, но она никому не мешает есть борщ. Атаман Степан Буянов вспоминает службу в разных уголках родины, где приходилось общаться с представителями других народов. И всегда разделив хлеб со своим соратником, сразу появлялось взаимопонимание. Да, я с уверенностью могу сказать, что вообще еда и ее приготовление, и, в общем-то, и употребление, это очень сближает народы между собой. Вообще сплачивает. Любое застолье сплачивает. Очень здорово. Прошли те времена, когда казаки готовили еду в походах. Сегодня совместная трапеза у казаков случается в основном на военно-патриотических мероприятиях, где непременно должно быть сытно, чтобы лихо шашкой махать, да на поясах тягаться. Но что не отнять у казаков, так это верность родине и русским блюдам. В борщевом союзе народов России казаки уверенно лидируют и по сей день.